Итак, в вербное воскресенье в храмах во всей Святой Руси прозвучал гневный циркуляр. Это циркуляр 01-1662, принятый по итогам Кафедрального собора. В нем церковь объявляет, что у нее есть враги. Наш замечательный и уважаемый протоиерей Всеволод Чаплин. Он на днях изволил вынести приговор в отношении творческого наследия Вальфганга Амадея Моцарта. В отличие от огромного числа ценителей музыки, которые считают Моцарта одним из величайших, почти визионерских композиторов, господин Всеволод Чаплин считает, что большая часть произведений композитора является попсой. Это, собственно говоря, его собственные слова. «Я не люблю Моцарта», — говорит он. «Я считаю, что в значительной степени это Бритни Спирс своего времени. За исключением отдельных гениальных озарений он писал однообразные и попсовые вещи». Так он сказал на заседании круглого стола в галерее Марата Гельмана. Кроме того, в один ряд с попсовым Моцартом, господином Чаплином были поставлены Перов, Толстой, Пушкин и Бах. Правда, Баха Чаплин все-таки отметил в этом ряду, сообщив, что он написал много скучных и однообразных вещей, хотя и отмеченных особой печати. Мне кажется, что огромное количество считающих себя либеральными современников могли бы повторить вслед за Всеволодом Чаплиным свои слова «нелюбви». Но они почему-то стесняются это делать. Вот если задуматься с точки зрения классически либеральных, то есть гуманистических позиций, на то, что сказал Чаплин, то все, в общем-то, очевидно. Хотя об этом не очень прилично сегодня говорить вслух. Дело в том, что для того, чтобы любить Моцарта, не считать Льва Толстого и Баха занудами, вообще-то говоря, нужно иметь некоторое музыкальное образование. Это вещи, которые не даются с первого раза. Как мы привыкли говорить, для того, чтобы судить о таких композиторах, как Бах или Моцарт, или о таких писателях, как Пушкин или Толстой, нужно иметь некоторый уровень культуры. А надо сказать, что он не просто частное лицо, он председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Между прочим, на минуточку. То есть явный и официальный представитель православной церкви, во всяком случае, ее патриархии. Уничижительное отношение к Моцарту, Баху, Пушкину и Толстову является откровенной выходкой агрессивного либерализма по отношению к тому самому обществу, с которым господин Чаплин должен быть связан. Проще говоря, это хамство по отношению к тем высокообразованным людям, которые по-своему любят и ценят Моцарта и Баха, Пушкина и Толстого. Именно поэтому не принято публично унижать этих людей. Человек, который их публично унижает, собственно говоря, демонстрирует собственную низость. Как мог пробраться агрессивный либерализм в ряды самой патриархии? В общем, этот вопрос не очень понятен. Хотя очень понятно, что то, что стоит за любым гневом вообще и за любой попыткой расколоть общество, собственно говоря, является низостью. Это слова Корнелия Луцио Синеки, который был почти современником спасителя и в середине первого века нашей эры написал трактат о гневе. Он объясняет, что такое, собственно, гнев, исследует первым его психологический механизм. Вот, например, если я с утра не могу найти своих очков, это, честно говоря, бывает регулярно, я начинаю злиться, гневаться. Ну, собственно, чем вызван твой гнев, говорит Синека? Ну, ты же сам куда-то положил эти очки. Теперь тебе нужно об этом вспомнить. Почему ты гневаешься? Наверное, потому, что ты унижаешь сам себя до уровня очков. Точнее говоря, сводишь к очкам смысл своей жизни. Они становятся для тебя некой враждебной сущностью. Они становятся равным тебе. Если ты в своем гневе уравниваешь себя с очками, то это означает, что ты унижаешь сам себя. Это такой обязательный и необходимый механизм. Этот механизм бывает и прямо противоположным. Ну, например, совершенно очевидно, что если в художественной галерее некий официальный представитель православной церкви позволяет себе великодушно бронить Моцарта, обзывая его попсой, то он, как минимум, делает это для того, чтобы чувствовать себя не ниже Моцарта. Я все время пытаюсь объяснить то, что две тысячи лет назад одновременно со спасителем объяснил Синека. Если ты гневаешься на кого-то, то ты низводишь себя как минимум на его уровень, а то и ниже. Почему я гневаюсь на собственные очки? Потому что я в чем-то не уверен. Ну, например, я боюсь не найти очки и опоздать на работу. Это значит, что я уверен, что на работе меня не смогут понять, будут ругать. И вообще, что все, вся моя рабочая деятельность зависит от того, опоздаю я или нет, и найду ли я эти самые приклятущие очки. В моей реальной жизни это в действительности обстоит вовсе не так. Поэтому, когда я обвиняю очки во всех своих бедах, я унижаюсь, я боюсь. Уважаемые представители Патриархии, есть ли на этом свете реально что-то, что может бояться Церковь? В Псалтире, в Четвертом Псалме сказаны знаменитые слова «Гневаясь, не согрешайте, размыслите на ложах ваших и утешитесь». Псалом похож на русскую пословицу «Утро вечера мудренее». Может быть, мы чего-то недодумываем, прежде чем, как в сталинские времена, создавать вполне абстрактного врага. Я как-то не смог обнаружить в полемике, в интернете, которую страшно обвиняют представители Патриархии, каких-то обвинений в адрес Православной Церкви. Разве что размышления. Ну да, порой эти размышления находятся на таком же уровне, как размышления господина Чаплина о Моцарте. Но, в общем, они вовсе не угрожают. Они пытаются думать о том, например, издавая циркуляр о глупой, ну пусть кощунственной выходке, пусть рают, не опускает ли Патриарх, Церковь себя на их уровень? Не пытается ли она раздуть врагов своих только из-за того, что гневается? Есть ли Патриархия силы и мудрость для того, чтобы размыслить на своих лужах? Разве придирки к часам Патриарха это враждебные выходки? Да нет. В общем, в основе своей это достаточно добродушное подшучивание, особенно в наше время. Конечно, в циркуляре перечислены вещи страшные и недопустимые. События 6 марта, когда в соборе Святого Праведного Прокопия мужчина топором разрубил иконы. Это осквернение хульными надписями храма Сергия Радонежского в городе Мазырь. Это еще несколько случаев хулы, угроз и драк. Ну, разве нет патриархии вокруг нее в приходах моих коллег, психиатров или психологов, которые могут объяснить, что те 4-5 случаев, которые перечислены, это выходки, по всей видимости, не совсем душевно здоровых людей, которых, в общем, увы, немало в Отечестве нашем и в приходах наших. Я могу сказать, даже больше церковь постоянно имеет дело с особыми состояниями сознания. Именно такое название молитва и вообще присутствие в храме носит психотерапия. И, конечно, современный священнослужитель для того, чтобы как-то противостоять подобным патологическим выходкам, должен иметь навык психотерапевта. Это серьезный и насущный вопрос подготовки священников. Ну, разве можно выходки больных людей экстраполировать до масштабов страны и существования некоторой абстрактной угрозы церкви? Не является ли этот гнев попыткой просто заткнуть рот и запретить всякое обсуждение каких бы то ни было событий в православной церкви и в патриархии? Ну, вот на днях я слышал еще об одном ЧП. Какой-то офицер таможни разделся догола в одном из храмов во время службы? Давайте это тоже объявим происками врага или выходкой абсолютно здорового человека. Я думаю, что нам стоит задуматься о совершенно другой стороне проблемы, которую ясно обозначил ветхозаветный пророк Иов. В книге Иова он говорит однажды «Глупца убивает гневливость». Мне все время хочется сказать вам не кажется, что именно глупость убивает и светский мир, и взаимоотношения общества и церкви? Может быть мы вспомним так много страдавшего Иова и перестанем убивать наши отношения глупостью?